ОМТВ ЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Боевые действия будут идти до тех пор, пока Украина не сдастся. Единственное условие для начала мирных переговоров – демилитаризация. Зимнее наступление Путина провалилось. Окупанты потеряли тысячи людей и сотни единиц техники. Об этом сообщает немецкое издание Бильд. С тех пор, как рашисты начали наступление в Донецкой и Харьковской областях, прошло уже три месяца. Пока что им не удалось ничего добиться, не считая гибели тысяч собственных солдат и потери более 400 единиц боевой техники. Россия все так же далека от захвата Купянска в Харьковской области и Авдеевки в Донецкой, как и в октябре прошлого года, отмечает военный обозреватель издания Юлиан Ребки. К северу от Авдеевки оккупанты завязли у небольшого поселка Петровское. Там вооруженные силы Украины удерживают оборону с помощью дронов Камикадзе и бронетехники. Несколько месяцев на этом участке фронта не происходит серьезных изменений, поэтому рашисты пока не могут окружить Авдеевку. К северу от Купянска, который украинские войска освободили осенью 22-го года, Росармия застряла у населенного пункта Синьковка. Здесь танковые роты ВСРФ одна за другой натыкаются на мины, теряя технику. С российскими солдатами здесь в первую очередь борются с помощью кассетных боеприпасов и гранат, которые сбрасываются с дронов. Чтобы пойти в очередное наступление, россиянам снова придется собирать резервы. Все делается так, как и запланировал Генеральный штаб. Просто по плану, вот по графику. В 2023 году в Российской Федерации заблокировали почти 70 тысяч сайтов с фейками про российскую армию. Представляете, 70 тысяч сайтов рассказывали фейки про российскую армию. Чувствуете мощь пропаганды? Но Роскомнадзор и прокуратура с этим справились. Нам же что мешало-то вообще Киев за три дня? Вот это невероятное количество фейков. А теперь заблокировали 70 тысяч сайтов. И сейчас российскую армию перестанут дискредитировать. И она как воспрянет? У них, конечно, трусов нет. Вот недавно объявление видел в каком-то из чатиков. Шьют трусы для армии, у них ткань кончилась. Они, в смысле, не за Министерство обороны шьют, а от души. Потому что в армии нет трусов. Носков тоже нет. Носки все рэперы разобрали. И на хуй понадевали. И больше нет носков в армии из-за этого. Вот так-то были. Их почему гоняют, этих рэперов, и сажают. И вот забрали его в военкомат, чтобы он с**ка почувствовал в окопе. Как там плохо без носков? Вот. А все носки забрали рэперы и надели на причинное место. И поэтому в армии нет носков. И трусов нет, и с едой проблемы. И все это было из-за того, что фейки были. А если запретить все сайты, которые рассказывают про проблемы в армии, то проблем уже не будет. Это же известный факт. Если запретить сайты, которые пишут про проблемы, то не будет проблем. Ну, по крайней мере, никто о них знать не будет. В России ширится антивоенный протест. Еще вам одна хорошая новость. Давайте картинку. Сейчас по ней пройдемся прям. Ага, вот эту, да. Посмотрите. Растет все. И количество уголовных дел за акции прямого действия. И количество уголовных дел антивоенных. И за дискредитацию. А вот еще очень интересное, смотрите. Внесудебное давление за антивоенную позицию. Это типа люди, которые жалуются, что их там уволили, запретили концерты. Или еще что-то. Тоже в полтора раза выросло. И самая здесь, конечно, невероятная цифра, самая невероятная цифра, это в пять раз с тысячи до пяти тысяч выросло количество приговоров о самовольном оставлении части или о самовольном оставлении позиций. То есть буквально мужики смотрят на это все и говорят, да ну вас нахуй, я пошел домой, я больше в этом участвовать не хочу. И таких людей тысячи, тысячи людей прозревают прямо на фронте и понимают, что им это нахер все не надо. И умирать за Путина они не хотят, а можно вернуть. Нет, это прям вот очень полезные цифры посмотреть. То есть в 2022-м еще всего тысяча человек нашлась, которым ума хватило съебаться от этого всего. А вот в 2023-м уже пять тысяч человек сообразили, что да ну его нахер, умирать-то за Путина, пусть он сам за себя умирает. Нам-то это зачем? Это только те, которых поймали и посадили. И они знали, что их посадят. И все равно будет почти свалить, чем воевать. Просто вам когда кто-нибудь будет рассказывать, что все там россияне охотно умирают за Путина, неважно, это Запада какой-нибудь Пауех рассказывает или какой-нибудь Зетник, который говорит, что они все там с радостью. Вот покажите это. Больше пяти тысяч человек просто нахер ушли, зная, что за эту уголовную ответственность. А скольких еще НКВДшники не пустили в заградотрядах? А это те, которые смогли обойти заградотряды и свалили. Больше пяти тысяч. Вот это позитивная новость, реально. Настоящая хорошая новость. То есть буквально, буквально люди не хотят воевать. Настолько не хотят, что под страхом уголовки просто оставляют позиции. Невероятно. Невероятно. Пилоты военные попросили у военкора помочь с теплом. Ну замерзают. Россия замерзает. И пилоты замерзают. Ну он говорит, смотрите, говорят, замерзают. Привезите им дров. Это вот был такой пост. Вот привезите дров пилотам, а то замерзают. А потом следующий пост. Говорит, пилотам и дров привезли. Пиздец начальству привезли. Ну потому что тоже эти пилоты охеревшие, да? Ну посудите сами. Вся страна замерзает, а они хотят не замерзать. Поэтому Министерство обороны выдало пи***и таким пилотам. Это я прям цитирую военкора. Это мне потом, когда меня будет администрация канала ругать, что я много матерюсь. Я не матерюсь, я цитирую. Вот. Соответственно, выдали им того самого за то, что попросили тепла. Ну какое тепло вообще? Какое тепло? Война идет. Мерзни-мерзни. Там тоже российские военнослужащие еще про отсутствие тепла. Про отсутствие тепла. Видео про отсутствие тепловизоров. Там российские военнослужащие обещают наказать того человека, который не привез им тепловизоров. Давайте видео посмотрим. Он обещал тепляки. Где они? Хера с два. Ни одного тепляка. Поэтому пацаны и гибнут здесь. Были бы тепляки, мы бы видели эти птички. Мы бы замечали эти дроны. Мы бы все наблюдали за этой хренью. А мы с земли не видим ни хера. А нам крошат просто как пацанов. Пацаны, пацаны. Вчера зашли взвод. Взвод. Целый взвод. Тот, кто служил, тот поймет. Целый взвод зашел, три человека осталось в живых. Все. А Шойгу выступал и рассказал про потери в ВСУ. Шойгу. Первое же выступление в новом году рассказал про потери Украины. А пацаны говорят, целый взвод зашел, три человека осталось. А про это почему-то Шойгу не рассказал. Наверное, ему не доложили. Как вы считаете? По-любому не доложили. В армии есть такая проблема. Есть такая проблема. Я просто знаю, как в армии устроено. В ментовке так же, кстати, в России. Почти-почти везде. Есть такая проблема. Там наверх не докладывают, когда какая-нибудь жопа. Ну, как-то неудобно беспокоить начальство всякой херней. Это вот глупые граждане жалуются, что у них там тепла нет или газа нет. Идут к начальству. А умные люди в системе, в армейской, в ментовской, в чиновной, они знают, что если у тебя плохие новости, не надо начальству не беспокоить. У начальства своих проблем хватает. Зачем им еще твои? Вот. Поэтому я думаю, что Шойгу просто не знает, что там люди гибнут. Не знает. Ему никто не докладывает. Ну, как это прийти к министру и сказать? Ты понимаешь, Кужигеточ, там ***, там люди гибнут. Много. Зашел целый взвод, осталось три человека. Ну, как с этим прийти? Фигня, как получится. Ну, вот. Просто народ не знает, а опытные люди, они знают, что не надо ходить к начальству всякой ерундой. Поэтому, соответственно, не докладывают. Он бы, может, и принял бы какие-то меры. Ну, про то, что потери есть в российской армии, ему не докладывают. А ему докладывают про потери в украинской армии. Но он про них и рассказывает. Что доложили, то и рассказывает тоже. Чего накинулись-то на мужика? Ну, тоже надо понимать. А видео такое он не посмотрит. У него интернета нет. Зеленский делает вид, что все хорошо. Ночью он назвал новую линию обороны ВСУ в Харьковской области самой мощной во всей Украине. И заявил, что Харьков он точно не сдат. Ночью США отправили Киеву последний пакет помощи из своего горшка размером в 250 миллионов долларов. Ну, и чтобы ВСУ совсем не приуныли. Первый из истребителей F-16, обещанный Западом, Украине, вероятно, уже находится в стране. Сообщает об этом румынская версия американского Newsweek со ссылкой на источник.